Я надеюсь, что такая моя лекция сейчас и окажется. И более того, значит, может быть, это будет не очень простое, но это приятное, потому что сегодня мы впервые начнем собирать плоды. Вот до сих пор мы только сажали, удобряли и вскапывали, а сейчас, значит, мы можем, сказать, что такое, Миша? Заняться сбором урожая. А именно вот через 5 минут мы с вами начнем распрямлять таки эту самую плотницкую линейку. Но прежде чем мы это начнем делать, давайте еще совсем-совсем чуть-чуть линейные алгебры точек на плоскости и движений. Значит, вот пусть у нас есть точки на плоскости. Вот по старой памяти давайте их называть П и Т. Но вот они без ребер у нас существуют. Так, теперь, значит, вот что. Давайте мы им всем припишем, как попало, безо всяких ограничений, какие-нибудь вектора скоростей. Значит, П и Т точка получает некий вектор В и Т. Совершенно безо всяких ограничений. П и Т получает вектор В и Т. И нас сейчас будет интересовать вот что. Значит, вот нас интересует, мы смотрим на расстояние между точками П и и ПЖ, и мы смотрим, оно удлиняется или укорачивается, и насколько. То есть какова-то, сказать, мгновенная скорость удлинения или укорочения расстояния между П и и ПЖ. Вот, ну и если вы помните, что у нас было на первой лекции, то никого не удивит, что вот это самое мгновенное изменение расстояний Д и Т, ЖТ есть не что иное, как скалярное произведение. Чего? Нужно вот этот вектор умножить на разность вот этих векторов. То есть П и Т минус ПЖТ скалярно помножить на В и Т минус ВЖТ. Значит, еще раз повторяю. Просто точки живут на плоскости, им приписали вот такие вектора. И если мы вычислим такое скалярное произведение, то это будет как раз скорость изменения длины вот этого вот расстояния между П и Т и ПЖТ. Вот это у нас встречалось, когда мы выписывали условия того, что у нас шарнирный механизм и ребра жесткие. Каждый раз, когда было жесткое ребро, то у нас было условие, что Д и Т ЖТ равно нулю. Вот. Поэтому давайте, значит, вот систему вот этих вот условий, систему вот этих вот условий перепишем таким образом. Значит, в матричном виде это выглядит так, что вектор D есть матрица жесткости F умножить на вектор V. Значит, что здесь написано? Вектор D это просто вектор, который составлен из всех Д и Т ЖТ. Мы нумеруем в каком-нибудь порядке в любом совершенно произвольном все пары точек плоскости и получаем длинный-длинный вектор. Его длина С из Н по 2. У нас Н точек. Из них составляем вектор D, потом то же самое мы делаем со всеми скоростями, нумеруем их в том же самом порядке. А что вот это за матрица? Она у нас уже встречалась. Ну, ясное дело, что это матрица жесткости. Но какого графа? Здесь встречается каждая пара абсолютно из всех существующих. То есть это матрица жесткости полного графа. Совершенно верно. Значит, это матрица в нашей терминологии жесткости. Вектор D, куда собраны все-все-все изменения длины, он живет где? Он живет в пространстве R, C из Н по 2. Потому что сколько пар, столько этих самых. Теперь дальше. Вот в том же самом пространстве здесь живут и стрессы полного графа. Стрессы полного графа тоже можно рассматривать как элементы этого пространства. Потому что стресс, напомню, это способ приписать с некоторым условием число в каждой паре точек. Вот. И также я вам напомню, что стрессы являются ядром оператора с транспонированной матрицей. То есть R транспонированной умножить на S равно нулю. Это у нас было на первой лекции. Вот. И из этого я сейчас выведу очень простое свойство, которое нам будет чрезвычайно важно при распрямлении плотницкой линейки. Давайте я его здесь запишу словами. Стрессы полного графа ортогональны изменениям длин. Вот этому самому вектору D. Ортогональны изменениям длин. Какую? Про D и G. Про D и G? Зачем? Потому что тогда при увеличении расстояния между точками при тех же корректорах увеличивается скорость разлета. Так, хорошо. Значит, D и G это не норме. Это еще другое. Ну, не важно. Так, сейчас секундочку. Да, конечно. Разумеется. Ну, это такие нормированные расстояния. По крайней мере, никто не будет спорить, надеясь, с тем, что если D и G больше нуля, то, значит, точки разлетаются в разные стороны. Расстояние расстояния. Да, спасибо большое. Да. Ну, такое у меня бывает. Вот. Значит, мы сейчас хотим вот это вот доказать. И давайте это напишем. Это делается просто в одну строчку. Значит, скалярное произведение изменения длины D и стресса Это то же самое, что D это у нас Rv А стресс давайте скалярное произведение запишем в матричном виде. Все равно, что вот так. S транспонированное на R на V Так, вот это у нас D. Прошу прощения, надо было наоборот написать. Сначала S, потом D. Конечно, никакой роли не играет, но удобнее смотреть. S, D. Так. Теперь дальше переставим скобки. S транспонированное на R Это R транспонированное на S и еще раз транспонированное, умноженное на V А это ноль. Потому что вот. Все. Мы доказали это утверждение. И сейчас будем им активно пользоваться. Вот теперь уже действительно все. И сейчас будет простое и приятное распрямление плотницей к линейке. А вот я написала словами. Сустрессы ортогональны изменениям длин. Так. Теперь, значит, напомню задачу. У нас имеется какая-то цепь на плоскости, замкнутая. Хотя можно рассматривать незамкнутую. Значит, ее нужно рассматривать как шармирный механизм. И спрашивается, можно ли движениями двигать эту штуку в плоскости без самопересечения так, чтобы она превращалась в выпуклый многоугольник. Значит, ответ будет предложен, предъявлен просто в качестве алгоритма. И вот посмотрите, какая здесь получается красота. Значит, алгоритм такой. Нужно взять нашу плотницкую линейку и для начала добавить туда много новых жестких ребер. Каким образом? Так, чтобы получившийся граф оказался бы, ну, во-первых, без самопересечения, а во-вторых, максимальным невыпуклым графом. Значит, в прошлый раз мы с вами говорили о таких графах и знаем, что это всегда можно сделать. Начнем добавлять вот новые ребра. Я крашу розовым цветом. Вот белая – это наша линейка, а розовая – это наши новые ребра. Значит, во-первых, до выпуклой оболочки, а потом туда внутрь каким-то образом, следя за невыпуклостью. Так, как бы тут сделать? Ну, давайте будем считать. Вот так. И сюда должно быть еще, да, что-то помещаться. У меня не очень удачный рисунок. Давайте считать, что это вот так вот невыпуклое оно. Так, и все. Больше, пожалуй, ничего сюда не добавишь, потому что уже все грани у нас псевдотреугольники, а мы с вами просто раз поняли, что это означает, что уже больше ничего не добавить. Теперь дальше. Значит, мы помним, что это Ламанов граф. Ламановы – это те самые замечательные графы, у которых нет ни стрессов, ни тривиальных изгибаний. И мы знаем, что если начать добавлять ребра, то появляется стресс, а если начнем убирать ребра, то появляются инфинитизмальные движения. Поэтому никого из вас не должно удивить, что если мы уберем одно ребро, причем я убираю именно розовое ребро, естественно, чтобы не порушить нашу плотницкую линейку, то у нас получится изгибаемый механизм со степенью изгибания один. А вот дальше начинается чудо. Смотрите, какого оно рода. Значит, вот этот изгибаемый механизм обладает таким особенным свойством, что если мы начнем увеличивать, начнем его изгибать таким образом, чтобы расстояние между вот этими двумя точками росло, то есть начнем тянуть эти две точки в разные стороны, поскольку механизм изгибается со степенью свободы один, значит, все остальное у нас будет определено однозначно, верно? Но это движение, оно обладает следующим замечательным свойством. Если мы посмотрим на расстояние между любыми другими, между любыми двумя решениями механизма, то в процессе такого движения оно не будет уменьшаться. Оно либо будет оставаться тем же самым, либо оно будет расти. Вот это то, что называется expansive motion. Значит, начинаем здесь растаскивать, и все здешние внутренние расстояния, они тоже начинают расти. Сейчас, это не очевидно, это мы сейчас начнем доказывать с вами. Вот. Зачем нам это нужно? Это нам нужно для того, чтобы не было самопересечений. И это свойство будет выполняться, пока наш механизм будет оставаться невыпуклым. Вот. Вот это вот свойство expansive motion, оно, конечно, совершенно неочевидное, абсолютно замечательное. Давайте мы его сейчас докажем, но прежде чем его доказывать, заметим, что если бы у нас, скажем, была бы картинка вот такая, точки в выпуклом положении, соединенные жесткими ребрами, то у такого многоугольника, хотя целая куча степеней свободы и сгибания, но expansive motion не бывает. Ну, это легко доказать самим. Как мы его не будем гнуть, обязательно какие-то расстояния будут расти, а какие-то будут сокращаться между точками. Это видно, да? Ну, например, потому что уменьшение расстояний соответствует уменьшению вот этих углов, а все углы у многоугольника не могут сразу начать уменьшаться, потому что их сумма там какая-то константа. Не помню, чему равна, но константа. Вот. Значит, вот это вот нечто такое, система, которая обладает expansive motion, и, значит, вот, потому-то она и обладает этими самыми расширяющимися движениями, потому что она не выпуклая. Она не только вот не такая, не просто не выпуклая, она еще и максимально не выпуклая. Максимально не выпуклая из всех возможных, насколько только можно сделать систему не выпуклой. Так, хорошо, а теперь давайте вот докажем этот факт, который является как раз вот основным в развертывании плотницкой линейки. Давайте. Значит, мы при этом будем пользоваться вот тем, что написано здесь. Значит, мы сделаем следующее. Сделаем странную вещь. Во-первых, вернем это ребро обратно. А во-вторых, внутри какого-нибудь псевдотреугольника вставим еще одно ребро. Вот, например, вот такое вот голубое. Значит, смотрите, мы восстановили ломанов граф, потом добавили еще одно ребро. У нас появился граф со стрессом. У этого графа есть стресс. Ура! А раз есть стресс, значит, у него есть и 3D-настройка. То есть его можно поднять до чего-то такого вот трехмерного, что при проецировании даст вот эту картинку. Определения все были в прошлый раз, все помнят, я надеюсь. Вот, давайте этим воспользуемся. И надом я задавала задачу такую, что если есть стресс какой-то, то вот эту вот самую 3D-настройку можно по стрессу просто в явном виде построить. То есть я не хочу сейчас вам рассказывать решение, потому что я не хочу, так сказать, снижать уровень интриги аудитории. Это, во-первых. Во-вторых, чтобы вам было над чем подумать, потому что решение я выслушала только одно верное пока. А в-третьих, потому что у Максима Казаряна в лекции это уже все было рассказано. Правда, в-четвертых, надо заметить, что не все поняли, что Максим рассказал по этому поводу. Но, тем не менее, значит, вот полезно и его лекции вспомнить в связи с этими разговорами. И самим тоже подумать. Значит... А кто решил выручить сейчас? Секрет. Не скажу. Значит, и причем соответствие настройки и стресса таково, что, значит, стресс... Настройка, вернее, прошу прощения, ее график строится явно. И есть очень простое соответствие, что если у ребра, какого-то ребра стресс положительный, то над этим ребром висит нечто, что выглядит вот как крыша, выпуклая вверх. Да. Вот эти две вершины просто по прямой? Эти две вершины, неважно как. Ну, можно по прямой, например. Дело в том, что все... Вот эта же система с одной степенью свободы. Поэтому, если эти две вершины зафиксировать, то все остальное как-то однозначно определяется. А если ты будешь не по прямой, а как-то там, ну, просто наложится еще какое-то тривиальное движение. Так что это неважно, про это можно и думать. Вот, значит, для положительного стресса у нас такая картинка, а для стресса отрицательного картинка наоборот. То есть вдоль этого ребра поверхность имеет вот такой вид. Так, ну, давайте, значит, посмотрим теперь. Нас сейчас будут интересовать стрессы вот именно вот этих двух выделенных голубых ребер. Давайте поймем, какого они могут быть, знака. Ну, можно для определенности сказать, что здесь знак положительный. Правильно? Потому что стрессы образуют линейное пространство, то можно прийти, поменять знак, и все получится. Теперь, значит, давайте посмотрим... Нет, я прошу прощения. Давайте наоборот. Сделаем, чтобы здесь стресс был бы отрицательный. Что это значит? Это значит, что настройка наша выглядит так. Значит, по определению просто вне, вот здесь она должна совпадать с плоскостью доски. А здесь ребро, которое выгнуто вниз. Вот так вот устроено. То есть вот этот кусочек, он начинает подниматься наверх. То есть мы идем, идем, идем по плоскости доски, а дальше мы поднимаемся в горку. И, следовательно, какая-то часть вот этой надстройки, она лежит в положительной части. Вот здесь вот. Давайте нарисую одномерную проекцию. Вот мы идем горизонтально, потом поднимаемся вверх. Потом мы вообще, говоря, не знаем, что там будет дальше. Ну, что-то кусочнолинейное. Что-то это убрать, а на крышечке. Так. Ой. Так, ладно. У нас крышечка специально для этого. Оно закрыто крышечкой. У нас крышечка. Соловок учится. У нас там достаточно огромный. Точно? А полная степень не нужная. Снимите крышку, все. Ура. Вот мне интересно просто, насколько... Так, крышка погибла. Ладно. Селиком моя вина. Значит, так, хорошо, ладно, вернемся к задаче. Значит, стресс как выглядит? Значит, он здесь отрицательный, и поэтому картинка выглядит вот таким вот образом. Давайте рассмотрим точку, где вот эта самая функция, наша кусочнолинейная, достигает своего максимума. Давайте сейчас для простоты поверим, что она одна. На самом деле, если она не одна, там простой прием сводит ее к тому... В общем, давайте для простоты примем, что эта точка одна. Максимум достигается в одной точке. Вот скажите, пожалуйста, какой вершине вот на этой картинке может соответствовать эта точка? Максимум при проекции, разумеется, должен казаться вершиной нашего графа. Разве нет, что это такое? Это, мне кажется, сечет граф? Нет. Нет, это я просто нарисовала, не умею рисовать. А-а-а, это я же сечения. Да, это вся плоскость, да. Это не сечение, это вся настройка, просто я очень плохо рисую трехмерные картинки. Понятно, что происходит. Я взяла нашу настройку и взяла ее максимум. Кусочная линейная функция, функция взяли максимум. Значит, ее проекция должна быть... То есть у нас такая гора, а это пик горы, кусочная линейная гора. Ее проекция должна оказаться, разумеется, вершиной нашего графа. Вот если у нас есть гора, и мы будем смотреть на ребра, исходящие из этого самого пика, и спроецируем потом вниз, каким свойством окажется, будет обладать обязательно вершина вот этого, вот этой проекции. Она выпуклая. Конечно, Наташа, самое главное, что она выпуклая. Она никогда в жизни у нас вот такой у картинки не появится, правда? Вот. Из этого, в частности, следует, что у невыпуклого графа не существуют нетривиальные 3D-настройки. Вот. Теперь посмотрим сюда. Значит, здесь у нас одна единственная вершина, которая выпуклая. Вот она. Она появилась от того, что мы добавили синее ребро. Значит, мы точно знаем, что максимум живет над этой точкой. Да. А что, если у нас две вершины, вы имеете в виду две вершины? Две вершины максимума. Тогда надо брать не максимум. Нет, две вершины максимума. А что? Одна вершина максимума, но на второй по вершине, как можно брать? Еще раз. Видя ребро, мы могли испортить две вершины, как ни одна. Поняла. Поняла вопрос, спасибо. Так. Ну, не могли. А, могли. Смотря как выбровать не было. Сейчас. Вообще могли. Вот вторая синяя, вторая синяя ребро, она на вашей картине. А, да, я понимаю. Вот так могу. Хорошо ли это? Это не страшно. Это очень даже хорошо. Нет, это как раз не страшно. Так, давайте, вот правильный вопрос, давайте мы его на дом просто оставим, действительно, потому что из соображения усталости. В общем, это тоже все работает. Так, хорошо. Значит, сейчас я расскажу просто дальше, и вы поймете, что... Спасибо большое. Да, все верно. В любом случае, эта вершина, она примыкает к синему ребру. Я немножко неаккуратно сказала. Вот. Она примыкает к синему ребру, и более того, вот давайте посмотрим на какую-нибудь на пик горы. Вот как он может быть устроен? К нему, конечно же, могут примыкать как выпуклые вверх, так и выпуклые вниз ребра. Но, опять же, нетрудно убедиться в следующем, что если мы возьмем проекции только ребер, которые выпуклые вверх, и проигнорируем все выпуклые вниз ребра, то даже они образуют выпуклую вершину. То есть выпуклые вверх ребра, они могут вот так вот лежать. Понятно, да? То есть выпуклые вверх ребра, они должны со всех сторон от вершины выходить, во все стороны. То есть они должны качковаться в одной полуплоскости. И из этого я делаю следующий вывод, что вот это синее ребро, оно, то, что висит над ним, оно выпукло вверх. А, следовательно, стресс вот этого ребра, он положительней. Это понятно? Вот это вот просто вот такое простое рассуждение. Нужно просто вот посмотреть на вершинку, что во все стороны должны выходить ребра, которые выпуклые вверх. Так вот, легко. Ладно, ну, если вам не очевидно, то просто на досуге просто нарисуйте картиночку. И это так более-менее станет понятно. Вот четкое доказательство здесь занудное, наверное. Вот. Но вот факт такой почти прозрачный геометрический. Так, значит, что мы выяснили? Мы выяснили, что стресс наш обладает вот таким вот замечательным свойством. Здесь он отрицательный, а здесь положительный. То есть знаки стресса на этих двух новых голубых ребрах разные. Хорошо. Значит, вот это стресс, который у нас задан на вот этом графе. Следовательно, этот же самый стресс является стрессом полного графа с вот этими вот вершинами. Посмотрим все остальные ребра, припишем им стресс равный нулю. Если бы это ребро было отрицательным, то мы положили, что мы выберем на границе. Значит, вот это ребро, оно лежит на границе. Мы его так специально выбрали, совершенно верно. Вот. Это то ребро, которое не принадлежит нашей плотницкой линейке. То, которое мы сейчас выбросим и начнем все двигать. Вот. А второе ребро, оно произвольное, внутреннее ребро, там где-то лежащее внутри. Вот. Так, хорошо. Давайте начнем выписывать этот стресс. Стресс полного графа, который соответствует вот тому стрессу, который мы здесь построили. Значит, для этого нам нужно как-то занумеровать ребра. Давайте сделаем это удобным способом. Вот это ребро будет номер один голубое, вот это ребро голубое будет номер два. Потом мы как-нибудь занумеруем все остальные ребра нашего механизма, а потом все прочие-прочие ребра полного графа, которые здесь я просто даже и не рисую. Тогда стресс будет равен вот чему. Давайте напишем все, что мы про него знаем. Значит, на первом ребре он отрицательный, какой именно мы не знаем. На втором ребре положительный, какой именно мы не знаем. Дальше идут много ребер, которые есть в ребра нашего шарнирного механизма. То есть все, которые изображены здесь. Ну, там будут какие-то числа. а потом пойдут все остальные ребра, которые здесь не нарисованы, на которых стресс мы просто положили равным нулю. Значит, я только что доказала, что у полного графа с этими вот вершинами имеется вот такой стресс, не уточняя, чему равны точные значения этого самого, того, что здесь написано. Я говорила всегда, конечно же, в определении нигде то, что граф ложный, мы не использовали. Но просто удобнее это все видеть, когда... Это было просто сделано для удобства. Я просто говорила, что представляете себе ложный граф, чтобы просто не заморачиваться. Так, хорошо. Теперь давайте вспомним, что нам нужно, собственно говоря, было доказывать. Значит, на самом деле у нас не было ребра номер два и не было ребра номер один. И тогда это был сгибаемый шарнирный механизм, который, как нам нужно доказать, обладает свойством expansive motion. Давайте напишем изменение длин вот этого вот самого шарнирного механизма. Значит, сейчас я оставила только белые и розовые ребра и сгибаю его. Как меняются длины? Первое ребро. Вот эта длина, которая у нас меняется теперь, потому что мы убрали голубое ребро. Мы договорились, что мы тянем в разные стороны, поэтому она растет. Длина растет. Так. Вот это... Второе ребро. Вот это расстояние. Растет оно или нет? Неизвестно. Нам надо доказать, что оно растет. Давайте поставим вопрос. Сейчас мы не знаем, что там происходит. Дальше идут ребра шарнирного механизма. Они по определению движения, по определению сгибания, длине не меняются. Верно? Поэтому мы ставим нолики. А дальше идут те самые все прочие ребра нашего полного графа, которые здесь не помечены. С ними происходит неизвестно что. Но нас это особенно не должно волновать, потому что что мы сейчас должны сделать с этими двумя векторами. Алексей Брониславович уже знает. Мы должны взять их скалярное произведение. Стрессы. Оттагональные изменения. Блин. Начнем перемножать. С на Д. Скалярное произведение, оно равно нулю. А с другой стороны, вот начнем с этой стороны перемножать. Тут нуль умножить на нечто. И так далее. Нули кончились сверху, значит, зато начались нули снизу. Все кончились. И здесь осталось плюс на минус, то есть минус. Плюс-плюс на нечто. Должно оказаться равно нулю. Всем все ясно. Всем должно быть ясно, что здесь стоит тот же плюс. Следовательно, здесь знак плюс. Вот, вот здесь вот стоит знак плюс. Ура! Мы доказали то, что хотели. Наши, наши... Мы доказали, правда, не совсем все, что хотели. Мы доказали, совсем внутренние расстояния увеличиваются. Ну вот это такой немножко упрощенный вариант. Доказательство. Неплохо то, что мы в какой-то момент предположили, что из ребра портит только одну вершину. Нет, неплохо, потому что в любом случае максимум проецируется... Ну, допустим, она портила бы эту вершину тоже. Максимум бы проецировался либо на этот конец, либо на другой. Значит, проекция максимума это обязательно не выпуклая вершина, это обязательно выпуклая вершина, из которой ребра во все стороны торчат. Вот, поэтому она могла появиться только за счет нового голубого ребра. Ладно, значит, мы доказали, что это экспансив мошен. Отлично. Теперь давайте дальше. Теперь дальше уже совсем легко. Значит, дальше просто я расскажу схему, как надо действовать. Значит, вот, собственно говоря, алгоритм я уже рассказала. Значит, вот нужно... Теперь я уже могу с чистой совестью все голубое стереть. Вот такой шармидный механизм. Мы его начинаем разгибать. И пока там все не выпуклое, нам везет. И оно все расширяется, и расширяется, и ничего не пересекается. Но рано или поздно, Валя, там будет плохо. Какой-нибудь угол вырастет и станет равным Пи. Вот видишь, здесь большой угол. А он... Прошу, прошу, не, он не вырастет, он, наоборот, будет уменьшаться. И рано или поздно что-нибудь вот так вот выпрямится. И это будет очень плохо. Но с этим мы умеем бороться. Смотрите как. Значит, возможно, несколько вариантов, что произойдет. Например, вот такой вот угол Пи получится между двумя ребрами самой плотницкой линейки. Значит, я напомню, что белая штука это плотницкая линейка. Это именно ее и нужно распрямлять. А розовая это нечто вспомогательное. Значит, вот в какой-то момент может быть у нас получится такая картинка. Тогда надо делать вот что. Тогда нужно повыкидывать все розовые ребра. Значит, не только здесь вообще все. Рассмотреть новую плотницкую линейку. Такую. Видели? Видела. Я залезла. Конечно, видела. Такую плотницкую линейку, что вот сюда нужно поставить зажим. Заморозить вот эти два ребра. То есть, это уже здесь не гнется, а это уже просто одно целое ребро. заменить на целое ребро. И дальше ставить новые розовые ребра и так далее. Вот. Хорошо. Значит, может оказаться, что у нас используется вот таким вот образом ситуация. Что у нас будет вот белое ребро и розовое и между ними угол пи. Так. Что делаем тогда? Тогда, на самом деле, все то же самое. нужно все старые ребра убрать, розовые. И тогда к этому, к этой вершине будет примыкать многоугольник с четырьмя выпуклыми углами. Вот раньше было, скажем, вот такое вот ребро, которое делило на два псевдотреугольника. А теперь мы заменяем его на другое. Значит, дело в том, что, значит, я напомню, вот эта идея еще с прошлого занятия, что если у нас есть нечто с четырьмя выпуклыми углами, то туда можно добавить новое ребро. Каким образом? Просто два человека становятся по углам противоположным и натягивают веревку. Только вот можно встать в эти два угла и натянуть веревку. А можно встать в эти два угла и натянуть веревку. Так вот, надо, значит, вот не в эти два угла становиться, натягивать веревку, а вот сюда. Это то, что называется флип. Флип существует в теории просто классических треангуляций. То есть только одно это красное ребро. Мне вообще все повыкид... А, да, да, здесь достаточно убрать только одно красное ребро и сделать флип, а все остальное оставить. Вот, и вот такими вот простыми приемчиками, которые вы сами можете, я думаю, придумать в изобилии, задача и решается. Немножко сложно, но тоже, так сказать, вполне понятно теперь, как делать, доказать, что это все можно проделать за конечное число шагов. То есть процесс никогда у нас не зациклится. Ну, потому что там какому-нибудь меру прогресса, значит, нужно изобрести. И, значит, всех комбинаторных... А? Все время двигаем одну, ту же партой. Ты понимаешь? Да нет, пожалуй. Потому что, может быть, в какой-то момент вот эта штука выпрямится и займет все, 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 значит, и вот эта штука, если попадет на выпуклую оболочку, то уже мы эту пару точек двигать не сможем. Значит, и нужно будет выбрасывать другое розовое ребро из выпуклой оболочки. Ага. Вот это то, что я хотела замести под ковер. Инфинтезимальное движение всегда соответствует нормальному движению нашего механизма. Ну, примерно так это происходит, что вот если частица живет в каком-нибудь силовом поле... Что значит частица в силовом поле? Можно сразу показать, когда это не так. А там было только в одном месте эта сила, а в других не было как раз. Так что это не будем обсуждать. Значит, вот она всегда двигается по касательной к вектарам. Не обсуждаем. Все, это там вырастите, там, не знаю, там когда-то объяснят вам. Это как раз... В общем, есть теория, которая говорит, что такого не бывает. Что если... Да. Вот вам вопрос. Может быть, сейчас сниму с людьми, например, на этой картинке. Вот тут же сказали, что когда вы не тянули, да? Да. Вот что-то может распрямиться. Вот это, да. А это, получается, вот это у нас останется движение, которое будет его сжимать, а не останется вероятно, которое будет его сжимать? Он уже не будет, не выгод. Предложение не будет. Насколько снимаем движения, а не там, не пространство, да? Значит, движение, которое будет его... Сжимать будет, а не штуки, да? Ну, там, наверное, что-нибудь... А, ну, в этом смысле... Сжимать. Да, я поняла вопрос. Да, ну так бывает. И пусть будет больше стороны сжимать. То есть, диземальное движение в каком-то месте? Ну, вот самый простейший механизм. Вот их можно растягивать в разные стороны. Тут до какого-то предела. Потом дальше уже они не растянутся. То есть, вот, на самом деле, вот... Так, давайте не обсуждать вопросы. Значит, каким образом инфидемальные движения складываются в большое? Значит, вот достаточно удовлетворить, пожалуйста, ответом, что в общем случае это можно. Так, ладно, уже 36 минут. Давайте я здесь оставлю пока. А мы переключимся на другую интересную тему, которую мы начали в прошлый раз. То есть, вот мы уже победили плотницкую линейку. Включили слова здесь, надо сказать, такие. И вы увидели, что ключевым объектом, вот, так сказать, являлся невыпуклый граф. И даже не тот факт, что этот граф был невыпуклым, а тот факт, что вот у него была очень такая причудливая 3D-настройка. Она почти всюду обладала свойством седловитости. Это то, о чем мы подробно поговорим в следующий раз. У этой 3D-настройки была ровно одна выпуклая точка. Ну, максимум две там, которые появляются отсюда. Вот. И мы вот эту вот очень сильную невыпуклость 3D-настройки эксплуатировали. Вот примерно это же самое, но только на совсем другом языке мы будем делать по отношению к виртуальным многогранникам. Вот. Но пока что мы их еще даже не определили, так что давайте скорее, значит, переключимся на виртуальные многогранники. И что было в прошлый раз, вкратце напомню. Значит, у нас был... Мы рассматривали такие объекты. G с индексом плюсик. Это графы на сфере со стрессом, с положительным стрессом. И мы показали, что... Значит, во-первых, мы показали, что они образуют полугруппу. Их можно между собой складывать таким вот примитивным образом. Просто наложили и посмотрели, что получится. Стрессы оставили старые или сложили, если там два ребра со спала. Вот. И мы показали в прошлый раз, вернее, не столько показали, сколько посмотрели на примерах, что эта полугруппа, она изоморфна в такой классической, приклассической полугруппе выпуклых многогранников в трехмерном пространстве. Полугрупповая операция здесь – это сложение по Менковскому. Так, теперь нам бы очень хотелось от полугруппы перейти к группе. То есть научиться не только складывать, но и вычитать. Совершенно ясно, что для сложения по Менковскому просто, как правило, многогранник из многогранника вычесть нельзя. И практически никакой многогранник, кроме одноточных многогранников, не является обративым. То есть с вычитанием здесь плохо. А зато здесь более-менее понятно, что нужно принять за вычитание графов на сфере со стрессом. Вот. Идея была такая. Сначала, значит, разобраться с этими графами, а потом пойти сюда и посмотреть, что соответствует разностям графов здесь. Значит, мы сейчас делаем следующее. Мы вот это вот множество вложим в следующую теперь уже группу. Вот скажите, пожалуйста. Значит, значит, группу уже. Какие объекты лежат в этой группе? Мы с вами начнем вычитать эти графы друг из друг с другом. Что мы получим? Графы с трассами и стрессами. Так, графы на сфере. Никакой положительности стрессов у нас не будет, разумеется. Они будут с любыми стрессами. Единственное, что этот стресс будет всюду ненулевой. Со всюду ненулевыми стрессами. С стрессом. Неравным нулю нигде. Значит, граф на сфере со стрессом, неравным нулю нигде. Можно просто тогда выключить ребро. Сейчас объясню, зачем это нужно. Нам хочется, чтобы у нас было бы взаимно однозначное соответствие между элементами здесь и элементами здесь. Вот если мы здесь бы разрешили какое-нибудь ребро, у которого стресс ноль, то наша процедура, опишенная в прошлый раз, как по графу строится многогранник, привела бы к тому же самому многограннику, как для графа без этого самого ребра с нулевым стрессом. Понимаете? То есть мы вычисли два графа, мы вполне можем на каком-то ребре вычислить? Верно. Вот поэтому мы сейчас поподробнее поговорим о том, как надо вычитать графы на сфере. И что делать со стрессами. Вот об этом как раз сейчас и поговорим. Нам хочется, чтобы у нас получилась бы очень-очень красивая картинка, чтобы вот это отображение было бы просто абсолютной объекцией, безо всяких оговорок, безо всяких факторизаций. Вот давайте это сделаем. Поэтому, когда мы говорим про вычитание графов, нужно делать это аккуратно. Синий мел лучше. Вот пусть мы хотим вычесть два графа. Граф F и граф G. Значит, каждый граф, он обладает своим собственным стрессом. И этот стресс фиксирован. Что мы должны сделать? Мы должны нарисовать на сфере первый граф. Потом мы должны нарисовать на сфере второй граф. Потом процедура такая. То есть, сложение у нас как бы задается алгоритмически. Мы должны взять вот это вот самое объединение. То есть, на все точки пересечения поставить вершинки. И старые вершины тоже взять. Так, сейчас у меня плохо получилось. Вот так. Сейчас. Потом мы должны начать складывать стрессы. То есть, если ребро пришло от одного графа, то берем ровно тот стресс, который там есть. Ребро пришло от второго графа, который мы читаем. Значит, берем стресс со знаком минус. А если ребро пришло сразу от обоих графов, то нужно соответствующие стрессы вычесть. Не очень может быть, что в этот момент стресс на вот этом ребре окажется равным нулю. Тогда правило такое. Мы должны взять тряпку и это ребро стереть. Обязательно, чтобы оно нам не портило картину. Значит, все ребра, которые таким образом получились с нулевым стрессом, мы стираем. Более того, может оказаться, что у нас... Которые ребро нельзя стереть? Которые ребро нельзя стереть? Можно. Можно. Тут трехвалентный, тут вполне может быть стресс. Можно, можно. Вот в том все и дело, что может получиться вполне вот какая-нибудь вот такая вот невыпуклая штука, невыпуклая картинка. Ну, мы взяли, значит, мы вычитаем два графа. Ты веришь, что вот на вот этом голубом ребре у графа F может быть такой же стресс, как у розового графа на этом же ребре? Веришь? Тогда мы их вычитим, и останется ноль. Вот, ну, например, если мы начнем из графа вычитать самого себя, то в результате останется просто пустой множество. У нас все-все-все сократится, верно? То есть у вас граф на сфере это объект вместе с положением, так? Да. Граф на сфере это объект вместе с положением и вместе со стрессом. То есть это вообще говоря пара. Вот это вот, это множество пар. Граф и стресс. То есть мы фиксируем не только граф, но и конкретный стресс. Он не то, что существует, мы его просто фиксируем. Фиксируем. Так, вот такая ситуация тоже может возникнуть. Когда такая вот ложная вершина, вот два ребра к ней примыкают, которые образуют угол Пи, из этого следует, что стресс здесь такой же, как стресс здесь. Тогда вот такую вот вершину, она нам тоже не нужна, мы ее стираем. Вот именно поэтому и получаются такие экзотические графы, которые мы рассматривали в прошлый раз. Графы, которые без вершин. Просто вот экватора, поясывающий сферу. А стресс может быть любым. Вот, хорошо. А если остается пустая вершина, то мы ее назвали. Если остается пустая вершина, да, без ребер, несчастная вершина, конечно, ее надо тоже выкинуть. То есть просто два больших кольца могут быть стрессом без всего, без точек пересечения? А как так? Два больших кольца без точек пересечения. Любые два больших кольца пересекаются. Да, да, да. Ну, так, чтобы на точке отменить. Нет, так нельзя, значит, так нельзя. Все-таки это должен быть граф. Граф без самопересечений. То есть ребра не пересекаются. Вот, но когда мы начинаем вычитать, если у нас что-то пересеклось, то это нас не смущает, мы просто доставим вершину. Так, хорошо. И дальше давайте посмотрим здесь. Значит, вот у нас есть полугруппа выпуклых многогранников. И мы хотим определить группу, которая состоит из всевозможных разных сетей самых выпуклых многогранников. Значит, это, конечно же, можно сделать на уровне алгебраическом. Ну, примерно так же, как, имея нейтральные числа, вы можете образовать все дроби. Просто вот надо говорить, что дробь – это просто выражение вида, там, не знаю, P делить на Q. Обращаться с ними надо так-то и так-то. И еще нужно не забыть объяснить, что дробь можно сокращать. Ну, то же самое с выпуклыми многогранниками. Можно просто сказать, что вот, ну, давайте рассматривать все выражения типа K делить на L, где K и L многогранник. И тоже можно сокращать так же, в том же смысле, как и дроби. Значит, эта конструкция, она имеет право на существование, и, конечно же, она очень полезна. Это то, что называется переход к группе Гротендика. И тогда всякая группа, в которой есть закон сокращения, она вкладывается в свою группу Гротендика, которую в данном случае мы обозначим через P со звездочкой. Вот эта вот группа Гротендика, полугруппа выпуклых многогранников, называется группой виртуальных многогранников. Это группа виртуальных многогранников. Замечательность этой группы заключается в том, что она изоморфна очень много чему. Я даже сейчас пропущу геометрические интерпретации этой группы. Давайте я напишу, что она, во-первых, изоморфна группе выпуклых цепей. В терминологии, я не говорю, что это такое, просто упоминаю термин. Это так, как она была введена Пухликовым и Хованским. Так она появилась впервые под названием группа виртуальных многогранников. Она изоморфна группе, которая состоит вообще из страшных таких самосогласованных конусов. Значит, давайте так напишу, группа, совсем непонятно, что такое конусов. Как ее любит представлять Гюнтер Эвальд. А также она изоморфна... Ой, ну, ужасно. Я просто, так сказать, обозначаю... Это я пишу ради имен, скорее, чем ради объяснения. А также она изоморфна прямому пределу групп Пикара. Торических, проективных, проективных торических многообразий. Значит, вот это то, как она появилась впервые. На самом деле, исторически она появилась впервые вот в таком вот виде. Об этой группе люди узнали первыми. Что вообще, говоря, странно. Потом, это была идея Пухликова и Хованского, все-таки спустить все это дело на уровень многогранников и дать какую-то геометрическую интерпретацию этим объектам. Потом, то, что сделал Эвальд, это, в общем-то, было более-менее повторение Пухликова и Хованского. Значит, ну, естественно, пионерская работа, она сложна. Поэтому я вот это рассказывать не буду. Вот это тем более не буду. Это и более ужасно, чем у Пухликова и Хованского. Вот. А расскажу вам вот более простую интерпретацию вот в терминах графах со стрессами, ну, которые принадлежат мне, но заслуга невелика. Она просто мне понадобилась для дальнейших задач, вот которые будем, скорее всего, в следующий раз обсуждать. Так. Значит, мысль у нас теперь такая. Конечно, можно смотреть на это, как на формальные разности Менковского. Но нам хочется понять, какой вот геометрический объект этому соответствует. Как-то реализовать вот эти самые разности Менковского геометрически. Идея здесь такая. Помните, в прошлый раз я объясняла, каким образом по графу со стрессом построить выпуклый многогранник. Вот мы сейчас... Так. Ага, у меня еще есть время. Вот мы сейчас нахально возьмем граф со стрессом, который совершенно не обязательно положительный, и дословно повторим тот же самый алгоритм, который был предъявлен в прошлый раз. То есть мы будем делать абсолютно все то же самое. Давайте. Так. Значит, я напомню, что надо было сделать. Вот пусть у нас есть граф со стрессом. Это значит, что к этой точке приложены силы, сумма которых равна нулю. Силы действуют вдоль прилегающих ребер. Значит, если стресс положительный, то сила действует вдоль ребра, в сторону ребра. Скажем, это F1. Если стресс отрицательный, как, скажем, на этом ребре, то сила действует в обратную сторону, F2. И так далее. Значит, правило совершенно такое же. Нужно взять касательную плоскость к сфере в этой точке и начинать складывать из вот этих самых векторов какую-то фигуру. Теперь я уже говорю фигуру, потому что это совершенно не обязательно будет выпуклый многоугольник. Сейчас мы с вами посмотрим просто на примеры. Вот. И то, что получится здесь, опять будет, как и в прошлый раз, нечто замкнутое. Правильно? Сумма векторов-то все равно равна нулю. Поэтому если мы начнем вектора друг от дружки откладывать, друг за дружкой, то в конце концов мы придем в ту же точку, откуда вышли. И вот получим какую-то такую коляку, которая лежит в касательной плоскости. То же самое для всех остальных вершин. И по той же самой причине, как и в прошлый раз, вот эти все коляки, их можно так друг с дружкой посклеивать. И получить нечто, что у меня не повернется язык даже назвать это поверхностью, если честно. Вот. Ну, получить некий объект, который мы и будем называть вот виртуальным многогранником в смысле геометрической реализации. Ну, здесь, конечно, тоже изморфизм. Это изоморфно этому. Вот. И на самом деле, из внешних геометрических свойств того, что мы получим, можно очень много сказать о свойствах вот этого виртуального многогранника. Так. Ну, давайте, чтобы не быть колоссовными, просто поскорее перейдем к примерам. Значит, как склеивать эти коляки-маляки, понятно. Давайте посмотрим, что там реально может возникнуть из какой-нибудь вершины со стрессами. Так. Давайте представим себе. Сейчас я крупно нарисую ровно одну вершину нашего графа на сфере. Так. Но только со шпаргалкой. Давайте представим себе, что, значит, вот у нас вершина шестивалентная. И что стресс устроен таким образом. Давайте занумируем, во-первых, один, два, три, четыре, пять, шесть. Что стресс вот на этих вот ребрах положительный, а на этих ребрах он отрицательный. Это значит, что если я сейчас нарисую силы, которые приложены к этой точке, вот я их буду специально нарисовать отдельно, чтобы у нас бы тут не наложилось на картинку, эти силы идут уже не в том порядке, в котором идут ребра. Вот тут на ребрах есть, естественно, циклический порядок. Правильно? А силы идут совсем в другом порядке. Давайте нарисуем. Значит, ребро 2 с положительным стрессом. Значит, сила F2 направлена сюда. Сила F3 направлена сюда. А сила F4 уже вниз. Вот это у нас F4. Так, сила F6 сюда. Сила F5 сюда. А сила F1 наверх. Потому что стресс отрицательный. Всем видно. F1. Так. А ски 2,5, например, а не коллинярный? Нет, это совершенно не важно. Вы представляете себе, как хотите. Сейчас мы начнем, более того, немножко шевелить все это дело. Это не важно. Единственное, что сумма этих сил равна нулю. Ну, понятно, что такое устроить можно. В это верится. Так, хорошо. Теперь правило такое. Как раз вы уже сказал, что F4, F4, F5 на одной прямой. Поэтому трудно надеяться, что F4, F6, F5. Нет, они никто не на одной прямой. Вернее, так, вот так. Значит, у вас полная свобода. Кому приятнее представлять картинку симметричной, представляете, что они просто параллельны. Что это все одна прямая. А кому, значит... Нет, эту картинку можно рассматривать символическую. Антеллистическую, антеллистическую. Да, в данном случае мне совершенно не важно. Значит, вот они все не параллельны, будем считать. Или наоборот, что они все параллельны. Так, и теперь давайте рисовать. К сожалению, не знаю, с какой точки начать. Но я начну из середины доски. Значит, правило такое. Напоминаю, что мы берем вектора в той последовательности, в какой они идут по ребрам. Не в той, в которой они идут здесь, а именно по ребрам. Значит, для начала мы должны взять вектор F1. Надо смотреть наверх. И повернуть его на 90 градусов по часовой стрелке. То есть мы взяли точку и отложили вектор F1. Так, дальше идет ребро 2. Взяли ребро F2, взяли вектор F2, повернули по часовой стрелке. Написали F2. Потом F3. Это вот так. Потом F4. Это вот так. Видите, у нас уже видно, что у нас не выпуклая штука. Потом F5 повернули на 90 градусов по часовой стрелке. Получилось вот что. F5. И, наконец, F6. Так, так, так. Закройте пока глаза. Ура! F6. Пришло туда, откуда мы вышли. Да, совершенно верно. Вот это как раз хотела обратить внимание, что можно, вообще говоря, подобрав эти самые длинные векторов, повозиться и направление. И сделать так, чтобы у нас оказалась бы какая-нибудь вот такая вот штука. Самопересекающаяся. Можно собрать 4 в одной точке. Можно собрать 4 в одной точки. Можно сказать, тут много чего можно. Например, можно так. Давайте я нарисую картинку, а вы дома ее просто сами проверите. Вот теперь у меня уже это все симметрично и красиво. Значит, вот пусть у нас 8 ребер, а эти самые стрессы чередуют свои знаки. Тогда в результате получится такая картинка с точностью до поворота. Получится звезда. Тут красота. Так. Ну, так, звезду я тоже не умею рисовать. Получается вот такая звезда. А можно было бы, скажем, не 8, а больше, тогда звезда была бы, чем больше, так сказать, этих самых здесь ребер, тем больше лучей. И вот такие вот штуки получаются. Так, что из них... Сейчас, давайте сначала... Значит, сейчас... У меня осталось 20 минут, по крайней мере. О, отлично, все. Я все успеваю. Не странно. Так. Получается такая вещь. И вот выходит, что из графа со стрессом, причем у нас совершенно не заботится абсолютно нигде знак этого стресса, получается вот некий объект, склеенный из вот каких-то вот таких вот штук, в трехмерном пространстве, который мы будем называть виртуальным многогранником. И нам хочется понять, собственно говоря, какого сорта объекта в результате у нас получаются. Вот в прошлый раз мы поняли с вами, что если мы стартуем с графа с положительным стрессом, то получается в результате любой... Так можно получить любой выпуклый многогранник. Ну, давайте зайдем к таким вопросам. А что здесь можно получить? Какого сорта объекта мы можем получить здесь? Так. Значит, неверно, что каким-нибудь произвольным образом наклеенные многогранники в трехмерном пространстве, даже если они выпуклые, дадут виртуальный многогранник. То есть, иными словами, давайте научимся видеть виртуальные многогранники в R3 напрямую, не как результат какого-то построения, а просто вот смотрим на него и говорим, да, это виртуальный многогранник, а это нет, не виртуальный многогранник. Давайте только упростим для начала себе задачу. И мы будем рассматривать только те виртуальные многогранники, которые получаются из трехвалентных графов. Совершенно ясно, по комбинаторной двойственности, что если у нас граф трехвалентный, то полученный объект, полученный виртуальный многогранник будет склеен из чего? Из треугольников. Из треугольников, конечно. Потому что каждое вершине здесь будет соответствовать просто треугольник. Просто потому, что три вектора, они никак иначе, как вот так, влечь на плоскость не могут. Вот. Хорошо? Значит, вот представим себе, что у нас пока нет никакого графа, а нам кто-то дал поверхность, которая лежит в Р3, которая совершенно не обязательно выпуклая, которая может иметь какие угодно страшные самопересечения, совершенно жуткие, но тем не менее, которая замкнутая, то есть у него нигде нет края. Ну и ограниченно она нигде не уходит на бесконечность. Число треугольников, естественно, конечное. Вопрос такой. Значит, Рода 0, но это будет автоматически сейчас следовать из конструкции. Вопрос такой. Ориентируемый или оттеговерный? Ну, Рода 0. Вер 3. Ориентируемый. По двоям. Ориентируемый, да. Вот. Вопрос такой. Значит, можно ли вот эту поверхность получить из какого-то графа? Значит, я вам сейчас просто выдам некий ответ, потому что там разбираться, что детали действительно верны. Значит, там, ну, может быть, немножко техника какая-то нужна. Она небольшая, но тем не менее. Значит, действовать нужно так. Ответ здесь алгоритмический. Если у нас есть такая поверхность, значит, у нас нет никакого другого выхода, как начать восстанавливать по ней граф. Значит, мы помним, что, значит, грани поверхности, они были параллельны касательным в точках, которые являются вершинами графа. Поэтому, значит, для каждой грани, для каждого треугольничка нашей поверхности мы должны выбрать нормальный вектор. Вектор, который ей ортогонален. Значит, здесь уже начинается интересное. Потому что мы ничем не связаны в этом своем выборе. Мы можем эти самые нормальные вектора, в отличие от выпуклого случая, выбирать таким образом, как нам заблагорассудится. То есть независимо друг от дружки. Например, этот вектор мы можем направить наружу, вот как здесь, этот, скажем, тоже наружу, а этот, скажем, вовнутрь. Как угодно. То есть для каждого треугольчика у нас два возможных выбора есть. Можно вопрос? Да. Что происходит, если там, если у нас есть три треугольника в параллельных плоскостях? Понимаешь, у нас же поверхность вся склеенная. У нас не бывает нигде края. Да. Вот. Если у тебя просто три треугольника в параллельных плоскостях, то я тебе скажу, что это не замкнутая поверхность, и поэтому ей точно ничего не соответствует. То есть мы такие... Она обязана быть замкнутой. Это ясно из построения. Это так, мне можно замкнуть. Вот. Это очень странно. Вроде бы, почему бы не могло существовать поверхность из треугольников, в которой... А, каждый... Четыре там треугольника в одной плоскости. Параллельных плоскостях. А, то есть еще чего-то? Да, да, конечно. А, извини, пожалуйста. Да, я просто не поняла вопрос. Значит, из этого следует, что эта поверхность плохая. Потому что... Значит, вот из чего следует... Потому что эти треугольники, они возникают из вершин графа. Значит, каждая вершина графа дает, по идее, по одному треугольнику. Значит, если два треугольника лежат в параллельных плоскостях, это означает, что один появился, скажем, вот из такой вершины, а другой появился и с диаметрально противоположной. И все. Там ровно только две точки на сфере, у которых касательно и параллельны. Верно? Поэтому два параллельных треугольника нас пугать не должны. А вот если их четыре, то мы должны тут же такую поверхность выбросить. Она не виртуальный многогранник, она никуда не годится. Вот. Хороший вопрос. Спасибо. Я просто не сразу сообразилась, что меня спрашивают. Вот. Значит, мы должны выбрать, как попала ориентация этих самых треугольников. И отметить эти точки на сфере. То есть каждый вектор мы откладываем от начала координат. Давайте я все-таки здесь нарисую. Один, два, наружную, нормаль. Три и четыре. Один. Два, три, четыре. Все остальные вершины тоже. И при этом никакие две точки не должны совпасть. Так что если у тебя встретились два параллельных треугольника, то ты их должен ориентировать по-разному. Иначе плохо. Эти точки здесь совпасть не должны. Теперь дальше. Значит, пока то, что мы делаем, это, так сказать, вынужденный шаг. Ничего другого нам не остается. Потому что, значит, вот по построению. Теперь дальше опять же, так сказать, коль скоро наш монстр двойственен комбинаторно графу, то мы должны сейчас начать соединять эти точки ребрами и ребро проводить между двумя точками на сфере. В том и только в том случае, когда соответствующие два треугольничка здесь граничат по ребру. Вот здесь у нас опять есть выбор. Мы можем соединить две вершины коротким ребром, а можем вместо этого ребра, мы же на сфере живем, рисовать длинное ребро. Так. И так далее. Значит, что нельзя, в каком месте у нас может возникнуть плохо. И приведет к тому, что наша поверхность не является виртуальным многогранником. Что нельзя при такой процедуре? Да, конечно, конечно. Нам нужно, чтобы вот, когда мы проведем все-все-все требуемые отрезочки, они не должны между собой пересекаться. И это условие, оно очень и очень жесткое. И оказывается, что если вы на удачу будете рисовать, строить в Р3 поверхности, то вероятность того, что у вас будет поверхность окажется виртуальным многогранником, очень мала. То есть виртуальные многогранники, они такие очень редкие явления среди многогранных поверхностей. Потому что вот это условие, чтобы не было самопресечения, оно очень жесткое. Вот. Но тем не менее, если, допустим, представим себе, что нам повезло, и мы сумели вот это вот все вот так вот склеить, то мы с вами преуспели. И вот эта пара, поверхность и такой вот граф, они вместе задают виртуальный многогранник. Потому что граф он у нас уже есть, а стрессы на ребрах должны быть расставлены таким образом. Нужно брать просто длинный ребер, ну естественно, что же еще мы можем брать? Длинный ребер здесь и ставить соответствующий стресс на ребро, но только с учетом знака. Куда нужно приписывать еще знак плюсик или минусик. Вот давайте сейчас просто про это не думать. Значит, есть некий способ, есть некий, опять же, можно алгоритмически это описать, в каком случае плюсик или минусик нужно туда ставить. Это не привязанно, потому что непонятно, что, значит, внутри, раньше, когда внутрь и вовне, там было понятно. Значит, я вам, давайте я вам скажу ответ. Значит, если сказать честно, я не знаю, как описать на языке вот этого. Дело в том, что... Просто сказать, что отрицательный, если переводим через треугольник, меняем ориентацию и положительный... Нет, нет, еще и еще выпуклость вогнутость надо на самой поверхности задействовать. Все непросто. Там, ну, к сожалению, вот там красивого нет. Но дело в том, что я знаю все соответствия с другими группами, с другими представлениями группы виртальных макограни, которую здесь стерла. И поэтому я просто знаю, что там существуют правила, и все. И вот, ну, просто не хочу изменить. Опять же, ну, есть какое-то правило там. Нужно учитывать действительно изменения, Слава верно сказал, соответствие ориентации, одинаково ориентированные эти два векторчика соседние, и плюс еще выпуклое или вогнутое это ребро. И еще, на самом деле, там еще одна. И еще надо учитывать длинную или короткую дугу, мы здесь выбираем. То есть там вот... А граф определяется неоднозначно? А граф определяется неоднозначно, совсем неоднозначно. Вот мы сейчас посмотрим примеры. Давайте просто посмотрим примеры и убедимся, что, во-первых, значит, вот это я как-то дала без доказательств, но тем не менее, с такими правдоподобными объяснениями, почему это работает. Давайте посмотрим примерчики, чтобы убедиться, что обмана здесь нет. Значит, бывают такие поверхности, для которых просто не существует графа. Как не выбирай нормали, их никак на сфере не соединить без самопресечения. А бывают такие поверхности, для которых, наоборот, соответствующих графов на сфере пруд пруди. И вот пример очень простой. Тетраэдр. Вот давайте так поступим с тетраэдром. Конечно, мы можем обойтись с тетраэдром, как с выпуклым многогранником. То есть взять все внешние нормали, отметить их на сфере, соединить коротенькими дугами и получить то, что мы строили в прошлый раз, вообще для любого выпуклого многогранника. А давайте поступим иначе, чтобы продемонстрировать, например, публике, что действительно мы имеем право тут не церемониться с направлениями нормалей и не требуем, скажем, чтобы все эти нормали задавали глобальную ориентацию поверхности. Вот давайте, например, вот эти две грани сориентируем таким образом, а нижнюю грань мы, наоборот, нормально оправим внутрь. Вот я так хочу. Значит, теперь по правилу, что нужно сделать? По правилу я должна нарисовать концы всех этих нормалей, если их отложить от начала координат на сфере. И мне удобно только эту сферу вот так вот к себе повернуть, чтобы все точки были бы мне видны. Понятно, да? Я сейчас буду рисовать повернутую картинку. Значит, вот три боковые нормали, они образуют вот какой-то треугольник, а вот эта точка, вот эта нормаль, она даст как раз точку, которая лежит в этом треугольнике. Тут не на той стороне сферы, как это бывает обычно, а вот именно так, как здесь. Вот. Ну, например, я могу соединить, значит, по правилу, тут каждые две грани соседствуют. Значит, здесь я обязана просто каждую пару посоединять. Например, я это могу сделать вот таким вот образом. Верно? И ни у кого нет сомнений в том, что этот граф обладает стрессом. И если бы я еще умела хорошо рисовать, и мы бы стартовали бы с правильного треттрайдера, то было бы видно, что стрессы всюду одинаковые по своей величине. Но знаки стрессов очевидно, что должны быть разные. Там, скажем, если вот здесь стрессы положительные, то здесь стрессы должны быть отрицательные. Вот. Но я еще, так сказать, не реализовала все возможности. Я могла бы, например, соединить, вот эти знаки затру, могла бы, скажем, вот эту пару соединить не вот коротким вебром, а вот там на той стороне у нас никого нету, я могла бы соединить вот так. И это опять был бы граф со стрессом. Верно? Все понятно. Но могла бы вот эту пару заменить на более длинное ребро. Видите, с треттрайдером можно проделывать много разных фокусов. И каждый раз мы действительно получаем граф со стрессом, что должно в нас усилить уверенность, что описанная процедура действительно работает и правильная. Так, давайте еще с треттрайдером покажу фокус, который я очень люблю. Потому что это первый гиперболический виртуальный многогранник, который я построила. Долгое время других не было. Вот я смотрела на этот гиперболический виртуальный многогранник и удивлялась, и думала, значит, что же из этого всего следует. Значит, опять возьмем треттрайдер, возьмем поверхность треттрайдера вернее. Я хочу его превратить в виртуальный многогранник. Для этого я должна вот это вот все проделать. Выберу обычное оснащение нормалями. То есть все нормали у нас смотрят наружу. И точки. Так, сейчас постараюсь нарисовать. Концы этих нормалей на сфере располагаются примерно так. Вот один конец, опять же, с точностью до поворота. Вы уж меня, пожалуйста, простите, сейчас будет сложно. Так. И третья нормаль, она лежит на той стороне сферы, я поэтому вот таким вот значком и позначу. Значит, вот эта точка, она на самом деле нам не видна, она там сзади. Вот. Теперь, если я сейчас возьму и соединю все короткими дугами, то у нас получится просто выпуклый трайдер. А я поступлю хитро. Вот смотрите. Я возьму вот эти вот две точки и соединю сейчас на сфере длинной дугой. Вот так. Теперь уже вот эти две точки я вот так вот короткой дугой соединить не могу, потому что она пересечется, верно? Поэтому я уже просто вынуждена вот эти две точки соединить тоже длинной дугой. Так, на этом моя свобода исчерпана. Здесь я могу провести только так, только так, только так, и только вот так. Значит, комбинаторно получился точно такой же граф, как и здесь. То есть у него, конечно же, есть стресс. И мы даже можем выписать этот стресс, если мы стартуем с правильного тетраэдра. Смотрите, что у нас вышло. У нас получился граф на сфере, который, а, обладая стрессом, а, б, он не выпуклый. Вот на плоскости, как мы с вами уже поняли, таких графов не бывает. А на сфере они бывают. Замечательное свойство сферы, что она не как плоскость, хотя во многом как плоскость. Вот, значит, вот это то, что называется гиперболический тетраэдр. Так, теперь я думаю, что пора нажать на кнопку. Как раз в том момент, как я кончила произносить общие слова, у нас настанет фокус. Вот, это называется гиперболический тетраэдр. И я хочу обратить ваше внимание вот на что. Значит, пока я совершенно не давала никаких определений, что такое гиперболическое, что такое гиперболический виртуальный многогранник. Но вот, посмотрите, граф вот этого, граф на сфере, он настолько не выпуклый, насколько только можешь себе представить, все его вершины не выпуклые. То есть он наименее похож на выпуклые многогранники. Значит, давайте еще раз. Когда у нас есть граф отсюда, вот со стрессом знакопеременным, то он может иметь в себе как выпуклые вершины, как не выпуклые вершины. Значит, он, грубо говоря, смешанного типа. Где-то он может очень походить на выпуклый граф, а где-то он может быть вполне даже не выпуклым. Так вот, по некоторым причинам я буду в следующий раз говорить, то есть это будет, собственно говоря, сделано для доказательства гипотезы, для построения контрпримеров гипотезы Александрова, я буду интересоваться именно вот такими всюду невыпуклыми графами, максимально невыпуклыми. То есть одна и та же идея рассматривать максимально невыпуклые объекты, она обслужила уже, как вы видели, задачу на плотницей линейки, она нам поможет в следующий раз тоже. Так, теперь, значит, вот картинка. Так, эту картинку сделал слушатель школы в Дубне 2005 года Влад Щербина, и смысл ее такой, что если мы возьмем тотрайдер, один и тот же тотрайдер, и будем всеми возможными способами ориентировать его грани, а потом ставить точки на сфере и соединять правильным образом, то оказывается, что с одним единственным тотрайдером можно связать 52 разных графа со стрессом. Вот они вот тут все, они даже не помещаются на экран. 52 разных графа со стрессом на сфере. Вот это просто в качестве курьеза. И ответ на вопрос, единственное это или не единственное. Вот для тотрайдера это совсем не единственное. И что это разные виртуальные, какая-то? Ну, конечно, можно профакциализовать, некоторые из них отличаются поворотом. Вот, но в общем, да. Потому что зато если ты стартуешь с несимметричного трайдера, то это просто разные виртуальные многогранники. Да. А какими же парами в конструкции Готендика они сдаются? Ну, понятно, что в конструкции Готендика все-таки петрайдер настоящий только один. Если там действительно нет сокращения. Так, ну да, конечно, да. Какими парами они сдаются? Вот очень хороший вопрос. На досуге подумайте. Значит, вот, кстати, на этот вопрос проще всего отвечать в терминах, вот этих самых графов со стрессами. Значит, ты задала такой вопрос. Вот у нас есть граф с какими-то произвольными стрессами, положительными и отрицательными. Тебе хочется представить это в виде разности двух графов с положительными стрессами. И более-менее ясно, как это делать, правильно? Просто надо все отрицательные стрессы убить по очереди. А удобнее всего их убивать вот этими большими окружностями, вот этими экзотическими графами. Вот. Так что вот... Так. Вот на этой ноте мне бы хотелось сегодняшнее занятие закончить. Я очень прошу, я передавала листочек. Запишитесь, пожалуйста, все туда, кто не записался, кто опоздал там и так далее. Спасибо большое за внимание. Спасибо.